Ну и все эти брутальные, жестокие задержания с превышением каких-либо вообще морально-этических норм, безусловно, это для запугивания людей. Ситуация по культура такая. Ощерга у краму. Ну, я увидел, как подъехал автозак, немного отошел от него, в принципе, но я не думал, что мне надо бежать, потому что я просто молча стоял в очереди и не ожидал, что все будет разворачиваться именно так. Вот, когда туда конкретно выскочил Омон и побежал в мою сторону, я развернулся на 180, попытался убежать во двор, но меня за рюкзак вытянули и вот скрутили руки, запихнули в автозак, сразу же отобрали телефон, заставили выключить. Ну, я не подумал, что это за мной, если честно. Что-то меня посадили в автозак, я сел, сижу, пошли, ну, завели еще троих людей там буквально в течение минуты. Мы поехали по проспекту Машерова, минут 10, может, постояли и потом кружочком поехали обратно к символ-бару. Ребята подготовились, начали выбегать и пять человек еще привели. Никто ничего не объяснял, просто схватили, отвезли в автозак, отвели. А вот когда привели одного из парней, мне показалось, что один из сотрудников ОМОНа то ли его взял за волосы, то ли начал ему угрожать кулаком, со словами, ты что, бегать от меня вздумал? Ну, я, естественно, начал возмущаться, его похлопал по руке, сказал, эй, что ты делаешь? И он развернулся, сказал, кому ты экаешь? Стянул меня на пол с лавки автозака. Вот. Потом я спросил его, и ты давал присягу и делаешь такое, на что он мне, собственно, дал пощечину, но... Ну, мы неоднократно пытались узнать, за что нас задержали, но они отвечали, что приедем в РВД, а там все расслабилось. Протокол мне урючили у Рауси, после трех с половиной годин затримания, я там написал, что я неизводный, расписал, что отбывалось на сам рэдж, подписал. А никакой розницы, я такой, не ведаю, калиблась, еще раз стоял некий евроопти у Символбай, одна лишь розница, что Символбай там национальное оденье. Ну, я ничего против закона в этом не вижу, то есть, как бы, обычная очередь магазин, тем более, как бы, это все власти спровоцировало. То есть, если бы мне было закрытие 29-го, я, может, пришел бы в другой какой-то день. Дельские родственники, проходите, пожалуйста, здесь родственники, пожалуйста. Я не совершал данных правонарушений, но мне вынесли в итоге приговор в виде штрафа. За что, непонятно. Чувство смешанное, с одной стороны, я рад, что мне не дали, там, сутки в СИЗО, это очень радует. А с другой стороны, меня все равно, как бы, осудили за правонарушения, которых я не совершал. Первый свидетель даже не задерживал меня, хотя утверждал обратное. Второй меня задерживал, и он же меня бил. В целом, хорошо, что все обошлось так мягко. Хожу в магазины, ходил в магазины и продолжу ходить в магазины. Любой продукции, которая мне нравится. Хорошо, что, ну, была интрига, дадут сутки или нет. Лично меня суток не дали. Я не знаю, ну, типа, мне бояться нечего. Откровенно говоря, мне нечего особо терять, поэтому... Дождь, ты все? Ура!